Вечер давно, знаете, хотел записать на снежку обзорчик и сегодня, как ни странно, это получается. Сегодня у нас финский производитель, который как раз специализируется в основном, точнее мы его знаем в основном, как хорошие зимние шины, такой передовой финский производитель, да, зимние шины. Думаю, давайте на нем немножко поподробнее остановимся. У компании Nokian была такая шина, как Nokian VATIV MT. Шина достаточно понятная, известная, продуктивная. В свое время она была достаточно модной, достаточно распространенной, но в 2010 году она закончила свое существование, как вид, как класс, наверное, да, который закончился, в принципе, до 2016 года, до того, как Rockproof начала производиться. В 2016 году компания Nokian выпустила шину Nokian Rockproof. Данная шина является их продолжением оффродной линейки, да, то есть у них есть RATIVA, ATE, соответственно, более злой рисунок, более зубастый. Но давайте о нем немножко поподробнее. Rockproof изначально, изначально, на мой взгляд, это не MT-шина, это шина, которая является чем-то посередине, чем-то между шиной MT и ATE. То есть она грубее, она крепче, она более зубастей, у нее бока толще, да, у нее протектор выше, то есть, ну, в принципе, налицо все признаки более такой шины для большего бездорожья, чем есть, чем для чего предназначена была ATE. Но почему хотел бы остановиться именно на Rockproof, да, то есть на защиту от камней. В принципе, шина сделана для скальника в основном. Присутствие в ней аромидных технологий, да, кевларовых, в боках, продлевает ее срок службы. Я думаю, что, в принципе, сама шина разработана подразделением, которое занималось индустриальными шинами, поэтому я думаю, что тут можно доверять людям, которые сделали ее долговечной, крепкой, в меру эластичной для какого-то хорошего, знаете, сцепления с асфальтом, для нормальной управляемости, для того, чтобы она не гудела, как самолет, да, на обычной, на хорошей дороге. Не было дикой вибрации, не было вибрации на каких-то маленьких кочках, то есть, ну, сделала максимально крепкую, но и в то же время максимально эластичную шину. Но я все-таки считаю, что эта шина является шиной между AT и MT. Что касается мокрой дороги, я бы не стал топить на все бабки, да, и проверять ее значение, то есть там, насколько я помню, 160 или 180 положено, но я бы не стал это делать по мокрой дороге. Все-таки это шина для бездорожья, в большей степени сделана. В шине применены технологии аромида для усиления бока, да, что вы видите сейчас на картинке, да, как это выглядит, сам значок. Есть выталкиватель камней, которые сделаны для того, чтобы камни не повреждали, которые могут впиться, да, и при каждом наезде шины дальше повреждать ее. Применен сам компаут, очень эластичный, очень крепкий, очень долговечный. Поэтому вот эти вот выпады в сторону Noken, что она такая мягкая, она, скорее всего, не будет долговечной, я думаю, что они все-таки больше беспочвенные. Нормальная эластичная боковина, достаточно толстая, ну, конечно, безусловно, это не Goodrich, это не General, это не какой-то экстремальный бездорожный вариант в этом случае, но я думаю, что этого и не нужно было, то есть цель не стояла для сделать супер-шину для оффровода. Но при этом я вам могу сказать так, что Богдан Булычев, участвуя на Silk Road Rally, ездил на ней и вполне очень хорошо о ней отзывался, при том, что они не порвали ни один баллон, а это для меня лично это очень хороший результат. Что, допустим, меня немножко смущает? Меня смущает то, что у шины достаточно, ну, на мой взгляд, скудный ассортимент размеров, но я думаю, что он развивается, то есть он будет все больше и больше, и компания Noken поймет какой-то свой рынок в других типоразмерах, да, и поставит, соответственно, в план производства и произведет, потому что все началось или с 7, или с 8 размеров, сейчас, по-моему, уже есть 11, то есть есть интересные размеры, типа там 315-717, 285-70-17, но хотелось бы, знаете, больше 15-х еще, больше 16-х, то есть 16-е там есть, по-моему, 15-х вообще нету, но в целом я думаю, что это будет развиваться и оно получит какое-то свое продолжение. Обязательно всесезонности шина, если она финская, финского производства, она имеет МС. Также в шине есть, в принципе, технологические отверстия для установления туда шипов. Если вам этого не хватает, вы, в принципе, можете обратиться к людям, которые шипуют шину, которые и центральные блоки тоже зашипуют, то есть засверлят и посадят туда шип. Если вам это необходимо, то вот в такой варианте, я думаю, можно эксплуатировать шину зимой, где-нибудь там на трассах, на гололеде и так далее, но без шипов я бы не стал этого делать. А с шипами, я думаю, что это как раз очень хороший вариант иметь такую зубастую резину, которая может хорошо эксплуатироваться зимой. Вообще данная шина, она выпускается в основном в Финляндии, на финском производстве, но также присутствует и российское производство, поэтому там есть вариации и так, и так, то есть чтобы это вас никак не смущало. Приятный бонус, компания Nokian дает расширенную гарантию у официальных, соответственно, дилеров, через них она дает гарантию до износа 4 мм. Вот до 4 мм у вас есть расширенная гарантия при порыве баллона, который не может быть, насколько я помню, отремонтирован, она гарантирует вам, соответственно, замену данного баллона на новый. В целом я вижу одного из типов клиентов данной шины, причем шина достаточно специфичная, это не АТ, это не МТ, это вот некая специфичная шина, которая подходит, ну скажем, если вы владелец пикапа, вы ездите по стройкам, да, вы не переживаете за какие-то осколки бетона, за камни колотые, да, и так далее, и тому подобное. То есть вот как минимум вариант. Либо, допустим, человек, который, ну не ездит он по охотным рыбалкам настолько часто, да, но при этом АТшки ему уже не хватает. Ну, гиги совсем грязь, совсем дубовую, допустим, твердую, крепкую, очень жесткую грязь, да, он не хочет ставить, потому что ему это не нужно, он хочет какого-то более-менее комфорта, при том, что он эксплуатирует шину такого класса. Я думаю, что вот здесь вариант как раз для таких. Вот лично мне бы, как нелюбителю лазить по сильно экстремальным трассам, я думаю, что бы подошла, если бы мне такую шину подарить, данную шину я бы с удовольствием использовал в своих каких-то пробегах на, в основном по трассе, но при этом по бездорожью я бы чувствовал себя комфортно достаточно для того, как я езжу, то есть ее грунтозацепы бы меня устроили, ее эластичность бы меня устроила, и, соответственно, ее устроила бы крепость. И основная такая позиция, что она является все-таки комфортной шиной для города из МТ-шин, то есть, ну, на мой взгляд, выбор очевиден, если вы примерно таких же взглядов. Продолжение следует...